Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Наталья, и сегодня хочу провести с вами вечернюю прогулку по своему саду. Вот здесь, перед вашим взором, сейчас моя композиция из Росрабуста и внизу белоснежка, блан-миньян-декор. Некоторые спрашивали, вот хорошо бы показать, как это будет выглядеть с белым. Ну, вот так это выглядит. Блан-миньян-декор пока ещё, конечно, малышка, но роза прекрасная. Она вот так цветёт. Посмотрите, какие у неё красивые цветочки, белоснежки. Я надеюсь, что она будет чуть-чуть выше, и композиция будет смотреться ещё красивее. Ну, а сейчас я перейду вот сюда, вот к этому участку. Ну, если кто-то скажет, что это не красота, ну, я даже не знаю, как и возразить. Посмотрите, как цветёт роза маритин. Вот здесь я вижу на камере, что розы кажутся не очень крупными. Фактически розочки громадные, такие 12 сантиметров, 10 красотки. И посмотрите, я вам хочу показать, как долго цветёт эта розочка. Рядом с ней распустился Леонардо да Винчи. Все знаете эту прекрасную розу. Вот такой красивый куст, вот такая композиция. Эта композиция находится на углу моего дома. По-прежнему не цветут клематисы, но что сделать, они создают зато красивую зелёную стену. Фон для роз прекрасный. Вот здесь распустилась у меня розочка. Она оранжевого цвета, и называется она Христофор Колумб. Чайно-гибридная роза. Свой бутончик вот так распускает, потом распушится и открывает серединку вот в таких больших крупных цветах. Буду говорить, так сказать, не очень конкретно, потому что весь сад показать сложно. Очень много вопросов по гортензии метельчатой я, в общем-то, даже не ожидала. Я свои гортензии тоже в своё время формировала не очень правильно, но зато со временем они у меня получились как бы немножко на штамбе. И сейчас, конечно, они выглядят просто монстрами. Ну, вот такие. Вот такие сейчас мои гортензии. Они достигают высоты около 2,70, наверное, приближаются к 3 метрам. И я вот сегодня заметила, что они начинают набирать бутоны. Значит, в ближайшее время нам с вами удастся посмотреть их красоту. Сейчас я подошла к тенистому участку своего сада. Вот так он выглядит. Вот я вам обещала показать розочку Зоненвельт, когда она распустится, так сказать, во всей красе. К вечеру она немножечко закрывает свои бокалы. Цветок меняет по цвету. От такого оранжевого, не знаю, персикового до лимонного. Цветёт неплохо, красиво. На этом, так сказать, участке является прекрасным пятном. Но цветок свой держит очень-очень мало. Доцветает роза Мэри Роуз. Вот она. Мало уже остаётся на ней бутонов. Но зато посмотрите, как долго держится роза на столе. Цветок как будто заворожённый, стоит, не осыпается. Выглядит великолепно. Вот здесь распустилась всеми известная роза Супер Гранд Амора. Она только открывает свои бутоны. Вот так они выглядят. Я сомневаюсь, что это роза Супер Гранд Амора, потому что и Бургунд 81, и Гранд Амора, они все как братья-близнецы эти розы. Но посмотрим, может быть, в чём-то есть отличие. Прекрасно цветёт роза Леонардо да Винчи. Посмотрите, какая красотка эта роза. Очень устойчивая. Посмотрите, очень красивые гармоничные розы. И несмотря на то, что я вам говорила, что я неудачно обрезала этот куст, кустик смотрится великолепно, нарядно. Красивая роза. Цветёт по-прежнему Бенджамин Бриттен. Вот здесь распускается роза Красная Шапочка. Но, к сожалению, пока она ещё не показала своего цветка. Распустилась малышка Динки. Малышка Динки. Первый год она у меня цветёт. Вот первые вот такие букетики в абсолютной тени. По-прежнему цветёт роза Онра де Бальзак. Посмотрите, она распускает новые и новые цветы. Несмотря на проливные дожди, эта роза по-прежнему сохраняет привлекательность, набирает бутоны и цветёт. И утверждение о том, что эта роза боится дождя, не соответствует действительности. Ну вот там вдали немножечко начинает распускаться помпанела. Но пока смотреть там нечего. Так что покажу вам её тогда, когда она будет свисти во всей красе. Вот здесь букет розы Эптайт. Ни о чём. Это, я вам говорила, мученица роза, которую мне прислал Элит Питомник. И я её пытаюсь, так сказать, возродить. Но я думаю, что это временные трудности. Со временем эта роза покажет себя во всей красе. Один из любимых моих участков. Участок перед домом. С красавицей-ёлочкой. Что здесь цветёт у нас? Здесь у нас цветёт графиня фон Харбергер. Роза просто шедевральная. Но у неё пока в моём саду очень один существенный недостаток. Она быстро облетает. Распускается. Розы такой красоты. Аж дух захватывает. Но посмотришь, 2-3 дня и розы нет. Но она у меня молодая. Растёт второй год. Я её видела в садах громадной красавицы. Может быть, это, так сказать, издержки времени. Пока ещё она молода. Распускается роза Розаман Жанон. Посмотрите, как великолепны её цветы. Тоже роза молоденькая. Только начало цветения. В общем-то, роза красотка. Александра Ренессанс ещё дала мне несколько цветочков. Ну, вот здесь у меня розы Остинки. Роза, как говорится, красотка. Вот это у меня Джубили Серебрешин. Красивая. Ничего не могу сказать. Цветок держит достаточно долго. Но посмотрите, все цветы от ливня и дождей наклонили головки. И всё же я люблю этот уголок. Вот там и Голден Серебрешин, и Шруп Шерлетт цветут, конечно, великолепно. Ну, что ж, пройдёмте дальше. Посмотрим, что растёт в моём вечернем саду. Цветёт роза Пьер Заронца. Посмотрите, как она хороша. Она молоденькая у меня. Цветёт вся, так сказать, в нижней части куста. Куст великолепный. Нарос где-то метр тридцать уже. Молодец. Рядом роза, которую я купила, так сказать, под названием Параде. Но всё же, видимо, это Маритим. Цветёт очень давно. Вся усыпана великолепными цветами. Я вам показывала эту розу. Ну, красотка. Что там говорить? Жду от неё высоты. Надеюсь, что она подрастёт и будет красивой и здоровой. Что вот здесь у нас? А здесь у нас раствор Навалис. Навалис. Посмотрите, какой красавец. Навалис. Вот я вам ещё не показывала. Я, конечно, обязательно вам сделаю отдельное видео и расскажу об этой розе. Но сегодня кратко. Роза Хаймелодия. Вот. Тоже красотка. Но цветок свой держит пока достаточно, так сказать, недолго. Здесь я вам уже показывала. У меня растёт знаменитая Минерва. Здесь растёт Джулия Чайлд. Ну и вот то, о чём я вам говорила. Посмотрите, какое пятно. Красота. Этот вот такой жёлтый красивый цвет. Рядом пурпурно-фиолетовый. На заднем плане Хаймелодия. Вот это со своим таким малиновым, каким-то непонятным, ярким цветом. В общем, оттеняет. И Навалис. И в целом, конечно, получился. Посмотрите, какой интересный уголок. Отцветает роза у меня Александра Овкенская. Вот она. Посмотрите. Отцветает тоже вот эта розочка у меня. Мой пересорт. Но зато расцветают другие розы. Вот здесь у меня ещё два куста розы Супер Гранд Аморе. Вот она распустила свой бутон. Цветёт как-то вот так. Вот видите, вот её цветы. Уже начинает отцветать роза Шнеевальца. А вот здесь начинает распускаться. И даже же кое-где отцветать. Сейчас я вам покажу. Известная роза Фредерик Мистраль. Посмотрите, какая красотка роза Фредерик Мистраль. Я обязательно покажу и расскажу вам всё об этой розе. Вот здесь Ивашенко мне прислала пересорт вместо Элди Братвайт. Цветёт розочка Генрета Барнетт. Флоревундочка такая. Я вам не рассказывала о ней. Как-нибудь я вам покажу. Её приятная такая розочка. Вот. Очень обильно цветущая. Такая молодец. Что ещё в моём вечернем саду? Ну, Дарси Басел. Вот она, красотка. По-прежнему ещё местами, так сказать, выпускает и открывает свои бутоны. Роза красотка. Вот видите, фиолетовый дельфиниум. Вот. На его фоне розочка Бенгали. Ну, и роза Масада. Лоран Каброль. Ей, конечно, досталось этой розе. Досталось дожди. И она, конечно, в фазе бутонов. Очень сильно пострадала от дождей. Но вот сейчас стоят тёплые денёчки. Второй день. Дождь только лёгенький был. Посмотрите, какая махина. Вот вам, пожалуйста, групповая фасадка. Посмотрите, посмотрите, какая куртина. Какая махина. Ну, я об этой розе вам тоже ещё расскажу. Розочка Сатин. Не очень её люблю за то, что она очень сильно боится дождя. Роза красивая. Но, как правило, если она распустилась и пошли сильные дожди, она, конечно, от дождей очень сильно страдает. Что вот здесь растёт у меня. Сейчас зайду прям на свой участок. Посмотрите, роза. Вот эта роза, я её, вы знаете, искала. Искала очень долго. Посмотрите, какая красота. Это просто шедевр. Забыла, вот пока шла, забыла, как она называется. Но я вам о ней обязательно, обязательно расскажу. Роза Ориент Экспресс. Что-то, вы знаете, меня эта роза в этом году не радует. Эта роза распускается необыкновенной красотой. И я её очень люблю. Но, видимо, от дождей, вот распустившись, она становится какая-то слегка восковая. Ненатуральная, крупная, красивая. Куст у неё шикарный. Когда цветёт, красотка. Но в этом году дождь как-то на неё влияет не очень положительно. Вспомнила, друзья, как называется эта роза. Барон Эдмон Рошельд. Вы знаете, я её увидела, влюбилась. Искала её везде. Вот ей третий год. Первый год она цвела ни о чём. Я даже немножечко расстроилась. Сейчас, конечно, красотка. Но рассчитываю, что со временем она достигнет, так сказать... Сейчас она где-то метр двадцать, метр тридцать. Достигнет роста полтора-два метра. И поразит нас ещё всех своей красотой. Ну, что вот здесь. Неплохо цветёт розаниум ютерзит. Он у меня всегда вот такой невысокий. Может, за счёт того, что болеет. Но, в принципе, роза молодец. Прям люблю эту розу, хоть она и болеет. Вот Полька пока распустила ещё один красивый цветочек. Ну, а рядом с ней просто благоухает в этом году роза ванила фрайс. Посмотрите, посмотрите, друзья, как хороша эта роза. Каждый цветок как произведение искусства. Роза, посмотрите, какая красота. То жёлтый, вот посмотрите, какой жёлтый, то более белый. Вот когда отцветает вот такой. Ну, в общем-то, роза плетистая, роза красотка. Радует меня. Цветов много. Что ещё хочу вам показать? Ну, цветёт Анжела. Это не обсуждается. Красота этой розы просто поражает. Посмотрите, какие крупные стали ветки. Все цветочки распустились. Ну, просто махины. Просто расцвёл барокк. Я вам его показывала. Он был, в общем-то, пока никакой. Посмотрите, какие сейчас у барокк красивые цветы. Вы знаете, первый год барокк мне дал такую красоту. Посмотрите, сколько вот там, везде. И сколько ещё. Вот, посмотрите. Вот уже, смотрю, отцветает моего отломи. Вот, посмотрите, как хороший барокк. Барокк в этом году, несмотря на то, что перезимовал отвратительно, сейчас радует меня просто безусловно. Вот здесь роза. Меня спрашивали. Наташа, что у вас за таблички? Вот у меня такие таблички. Я их сделала сама. Извините, они уже грязные, старые. Вот, у меня полное описание цветка. Вот, как называется, я внизу написала. Вот, в данном случае, это роза Аскотт, чайно-гибридная, Германия, Эверс. Все её показатели. Размер цветка, высота, ширина, зона. И как она относится ко всем, так сказать. Ну, и вот такие таблички первые годы. Чтобы не купиться, я поставила вот так, около каждого кустика роз. Итак, у нас это роза Аскотт. В общем-то, первый год она дала мне вот такую красоту. Роза, конечно, красотка. Даже не знаю, пахнет. Ой, и запах. Вы знаете, есть запах. Приятный, нежный, сладкий. А вот здесь цветёт у меня два куста белых роз. Вот, я говорила вам уже, Паскаль. И одну из них я не знаю. Но красиво распускается. Вот так, знаете, прям красивая такая роза. Они, кстати, чем-то очень похожи. Как будто это один и тот же сорт. Может быть, так оно и есть. Ну, вот неопознанный объект мой. Очень много от вас поступило, так сказать, помощи. Кто-то говорит, что это Сантана. Кто-то говорит, Дон Жуан. Я только вчера определилась. Да-да, Сантана. Вдруг мне пишет, тоже моя подписчица, Наташа похожа на Дон Жуан. Я читаю описание Дон Жуан. Бархатная, вот как у меня. С таким это. Думаю, да, Дон Жуан. Ну, в общем-то, Дон Ли. Либо симпати, либо что. Либо Сантана. Симпати, скорее всего. Я вот думала даже ошибаться. Ну, посмотрите. Вот так великолепно цветёт. Это роза. Конечно, монстр. Махина. Красотка. Вот здесь рядом. Я тоже вам о ней расскажу. Цветёт роза вся осыпная. Бургунд Айс. Ну, посмотрите. Красивая очень роза. Единственное, что у неё тонковатые такие стебли. Но цветок. Чистый бархат сливого. Даже не знаю, какой цвет. Посмотрите, какая красота. Вот здесь, кстати, цветёт Зе Принц. Ну, вот так. Не успеет распуститься Зе Принц. Цветок очень красивый. Вот такой цветок. Но вы знаете, не успеет раскрыть бутон. А уж, не дай бог, дождик. И сразу становится вот таким неприглядным. В общем-то, я его сейчас сорвала. Ну, вот здесь. Что здесь у нас? По-прежнему цветёт мой неопознанный объект. Моя красотка. Ну, посмотрите. Ну, как её не любить. Сколько цветов оборвано. Сколько. И посмотрите. Вот здесь, видите, цельдин уже всю я обрезала. Посмотрите, как цветёт. И сколько ещё бутонов. Рядом с ней красотка Бельведер. Бельведер. Вот здесь втесался фольклёр. Тоже Лена мне прислала пересорт. Вместо, так сказать, Бельведера прислала фольклёр. Ну, они так вот сидят. Теперь у меня в одной лунке совершенно разные две розы. Хорошо хоть по цвету подходят. Здесь вот тоже розочка фольклёр. Дельфиниум. Очень красивый. Вот. Что ещё показать вам в моём вечернем саду? Ну, по-прежнему цветёт митсамер. Ну, посмотрите. Посмотрите, какая махина, какая куртина. Просто молодец. Вот здесь роза акварель. Я посадила. Роза очень красивая. Но тоже, не успев распуститься, очень быстро теряет свою привлекательность. А вот здесь какая-то роза. Тоже Ивашенко работа. Прислала мне пересорт вместо Чиппен Дейла. И вот. Роза красивая. Очень похожа на пьяна. По форме только розового цвета. Но прошлый год стояла вся окуклившаяся. Очень боится дождя. В этом году пока ведёт себя великолепно. Цветёт. Не знаю. Посмотрим, что из неё будет. Эмильенгиё. Об этой розе говорить можно сколько угодно. Мне очень хочется подсадить сюда ещё один кустик. Потому что вот я не люблю. Вот видите, пустота. Мне бы её заполнить. И было бы, так сказать, гармоничная такая посадка. Что вот здесь? Ну, посмотрите, Минерва. Минерва не обсуждается. Посмотрите, какая красота. По-прежнему цветёт красотка Гальдельзи. Она усыпана цветами. Я не успеваю собирать, так сказать, отцветшие цветы. Вот здесь абсолютно отсвела роза чайно-гибридная. Я специально её не срезаю. Хочу вам показать, как я буду делать обрезку. Цветёт роза Александр Пушкин. Ну, я люблю такие розы. Вы уже знаете. Роза красотка. Вот так она цветёт. Что ещё? Ренсамю по-прежнему радует меня своей красотой. Я люблю эту розу. Она, безусловно, красотка. Единственный недостаток, может быть, она цветёт 5 дней, 6. Если сравнивать её, например, с розочкой Элдибра Отвайт, то она, конечно, быстрее теряет свою привлекательность. Начинает распускаться роза Хандерштадт Росток. Вот она. О ней я вам тоже расскажу. Посмотрите, какой шикарный дельфиниум. Ой, Элдибра Отвайт. Посмотрите, по-прежнему цветёт Элдибра Отвайт. Цветок свой держит очень-очень долго. Ну, красотка, что там и говорить. Вот цветок розочкой я вам вчера тоже о ней рассказывала. А хочу я вам показать сейчас розу, которая называется... Забыла, как называется. Аштёртенбекер она называется. Рост много, конечно, извиняюсь, все помнить очень-очень сложно. Вот, посмотрите, чайно-гибридная роза. Я чайно-гибридная не очень, но это, это махина. Во-первых, цветок держит просто, ну, 10 дней точно. Роза красотка. Вы знаете, подстать из Элдибра Отвайт. Ну, да чё, хороша. Мне кажется, что держит свой цветок даже дольше, чем Элдибра Отвайт. Ну, вот так здесь начинает распускать свои цветы роза солита. Она у меня каждый год болеет. Я её хотела выбросить, но она прям борется за жизнь. Вот у неё каждый год вот так подсыхают листы. Я не знаю, что это такое. Только у неё и сейчас такая же вот ситуация. Хотя я её вот и лечила, и всё. Не знаю, что ей не хватает. Но хотела выбросить. Она мне выкинула такую мощь куста, что рука, конечно, не поднялась. Вот здесь цветёт очень мощно. Вот даже сюда я и не дохожу. Это роза Ноттердам Дорис Дерезор. Вот такая махина, вот такой куст. Цветы красивые у неё, конечно, её тоже полюбливают бронзовки. Тоже некогда вот оборвать. Цветы уже часть отцвели. Ну, роза красота. Вот здесь пытается распуститься мой керио. Керио. И вот здесь растёт у меня роза, которую я очень люблю. Но в этом году она что-то... У меня вообще чайники в этом году плохо растут. Роза Херц. Это чайно-гибридная. И кто приходит ко мне, ну, эта роза всех поражает своим каким-то своеобразием, цветом, стилем. Хорошая, красивая роза. И, кстати, очень редкая. Ну, вот такой вечерний обзор я сделала вам в своём саду. Что ещё показать вам? Роз, конечно, у меня ещё очень-очень много. Ну, вот так я вам сейчас покажу свои розочки. И мы дойдём с вами ещё до одного участка. Вот здесь начинает распускаться роза оранжевый спрей. Во всяком случае, так мне его, так сказать, продала под таким названием Ивашенко Лена. Что вот здесь у нас цветут розы. Вот там беленькая у меня цветёт Артемис. А вот цветёт роза Фишер Манфред, Манстед Вуд. Ну, в общем, тут всё. И так быстро, и сразу и не расскажешь. Этот уголок я вам показывала. Цветёт по-прежнему. Розочка Изабель Ренессанс. Вот там Айс Фа Ю. В ногах Мона Лиза. Ну, здесь у меня получился, ну, просто, ну, как какие-то заросли роз. И, если честно сказать, я иногда иду. Участок этот получился, конечно, очень-очень красивый. Красивый. Работать с ним мне нелегко. Но задают вопросы, болеют ли розы в такой тесноте. Повторюсь, если вы делаете профилактику, и если розы здоровые, в общем-то, они не болеют. И если заболевают, то крайне-крайне редко. А есть кусты, как, например, у меня Розарим Лютерзен, растёт вольготно. Но если он подхватил болезнь, возможно, даже при, так сказать, черенковании от материнского куста, то он болеет, стоя, так сказать, в одиночестве. Так что трудно сказать, что розы страдают вот такой густой посадки. Страдаю порой я, потому что очень трудно забраться сюда и навести порядок. Весной легко, осенью легко, а когда вот такая листва и мощное цветение, подчас не очень удобно. Но зато очень-очень красиво. Ну и сейчас быстренько вот тут валяются шланги. Ну ничего страшного. Я вам покажу ещё раз. Я вчера вам снимала этот участок. Сегодня здесь ещё раскрылись розы. Ну вот, посмотрите, какая здесь красота. Здесь цветёт всё же. Сегодня подраспустилась роза Бременский. Музыканты. Роза Красотка. Вот. Розы, конечно, великолепные здесь. Уголок получился. Вот инка. Сегодня тоже. Посмотрите, как ярко цветёт инка. Посмотрите, какие у неё красивые цветы. Ну, параде под названием Моритим. Ох, на земле великолепно цветёт. Пьер Дерансар. Весь усыпан. Дал новые хорошие побеги. Иоганн Штраус. Ну, это красота. Иоганн Штраус. Это красота. Красота. Просто посмотрите, какая красота. Ну, и, конечно, принцесса Александра Овкенская. Она своей красотой и запахом является украшением этого участка. В общем-то, молодец. Роза красивая, пышная, великолепно цветущая и очень-очень ароматная. Ну, вот так. Краткий обзор ещё раз моего участка. Вот так выглядит мой вечерний сад. Завтра пойду обрезать свои робусты. Они уже начинают набирать новые бутоны. Вот такие красивые уголки в моём саду. Всё вам показала. Вот. Радуйтесь красоте роз. Сажайте их. И вот так же с наслаждением будете гулять и по вечернему, и по дневному саду. И наслаждаться красотой и, как говорится, ароматом этих цветов. Всего вам самого доброго. С вами была Наталья. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.